В Камыстинском районе из 120 государственных служащих 65 – женщины. На руководящих постах 7, из них трое работают акимами сел и сельских округов. Каждая третья сельская женщина в Камыстинском районе является самозанятой и живет доходами от ведения личного подсобного хозяйства. Практически нет изменений в отраслевой гендерной сегрегации. Женщины по-прежнему составляют более 70% наемных работников в сфере здравоохранения, образования и социальных услуг. За 8 месяцев этого года в Камыстинском районе создано 27 семей. Правда, и число разводов не отстает. 22 пары с начала года уже распались. Отчасти улучшить ситуацию призван проект «Формирование семейных ценностей в молодежной среде». Этот проект предусматривает то, что с разводящимися парами, с молодыми людьми будет работать психолог, номеролог. И работает он. Этот проект успешно был реализован в нашей области в этом году. Поэтому многие семьи сохранились. Поэтому такие проекты нужны по районам. Я думаю, что в вашем районе тоже, поскольку цифры неутешительные. Выступающие отмечали необходимость проведения широкомасштабной работы по укреплению института семьи, пропаганде в обществе тренда семьи, воспитанию в подрастающем поколении терпимости, чувства ответственности за воспитание своих детей. Думаю, что тема взволновала всех наших женщин. Очень хорошо, что сегодня принял участие лично Аким района, газист Ирбулатович Бекмухамбедов. Он сразу же здесь, на заседании клуба, дал ряд поручений. И я думаю, что ситуация в Камыстинском районе и так неплохая, но я думаю, что она будет улучшаться. Камыстинский филиал клуба «Женщин-политиков» появился два года назад при содействии главы региона. Несмотря на отдаленность, объединение считается одним из самых активных в области. Я хочу сказать, что наши женщины очень активны. Мы участвуем во всех мероприятиях, которые проходят на районном уровне, которые проходят на областном уровне. Мы выезжаем, проводим кустовые семинары. Уже в следующем году в Камыстинском районе планируется создать семейный центр. Со своей стороны областной клуб пообещал не только помочь в его организации, но и в обучении специалистов для центра. Елена Щегельская при содействии телекомпании «Акцент». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!